Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Хочу вам напомнить, что вот этот Bugatti у меня уже куплен. Новый Bugatti Veyron из обновления я покупал где-то две недели назад в этом замечательном автосалоне, где добавили новые тачки. Я надеюсь, что уже на всех платформах добавилось обновление, потому что я уверен, как все уже хотели его скачать. Но это не суть, это не самое главное, что мы сегодня хотели проверить. Как вы можете проверить, вот сейчас слеп подойду, все правильно, у меня будет написано автомобиль куплен и цены на него не будет. А все потому, что когда ты покупаешь тачку, сразу же цена в автосалоне уже не показывается. Но у меня есть вот такой вот скриншот, на котором отчетливо видно, что Орел, собственно говоря, так называется Bugatti Veyron в симулятор автомобиля 2, был куплен за 2 миллиона 163 тысячи 250. Понимаете, какая большая сумма? Это одна из самых дорогих тачек в игре в симулятор автомобиля 2. Ну, на самом деле, это оправдано, это действительно максимально оправдано за такую крутую тачку. 2 ляма 150 тысяч, я его покупал. А за сколько его можно будет продать в симулятор автомобиля 2? Вот это мы сейчас разберемся, потому что, как по мне, это действительно интересно. Во сколько игра оценит его, бэушный, грубо говоря, или как сказать, или уже купленный, на котором уже прокатились. Мне очень интересно. Для начала надо, конечно, будет съездить в автосервис, посмотреть, что я там вообще на него ставил, есть ли прокачки. По-моему, он прокачан на максимум, он слишком какой-то быстрый. Ну, а перед этим небольшая рекламка, обязательно досмотри до конца. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн» с телефона. Потом нажать на кнопку «Играть бесплатно» и дальше нужно выбрать. Если у тебя iPhone, тогда App Store. А если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумываете себе ник и выбираете 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишете адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать мой личи Топчанский. Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на «Хасл» и играй вместе со мной. Так, заезжаем в мастерскую Жорика, посмотрим, что тут у нас есть. Да, он у меня весь прокачан, кроме нитро, кроме этой читерской штучки. То есть так он у меня прокачан на максимум. Во сколько ли игра посчитает? Сможет ли она посчитать прям грамотно, чтобы я еще и в плюс вышел? Мне кажется, вряд ли. Цена выше твой ляма. Конечно, бывало такое, когда мы в игре покупали, ну, покупали тачку в автосалоне, ставили на нее какие-то диски определенные и потом с помощью бага продавали за 10-20 миллионов. Да, такое раньше было, но вряд ли это может повториться сейчас с «Бугатти». Но кто его знает? Кто его знает, что могут разработчики преподнести в этом обновлении? Тем более я не проверял, не знаю. Поэтому самым лучшим решением в этой ситуации это просто поехать в автосалон и самому наглядно взглянуть, что там они сделали. Как они там придумали это все замутить? Давайте посмотрим. Там еще как раз таки полицейский едет. Вот это да, еще, блин, не хотелось бы еще с полицейским встревать в какие-то эти заморочки, потому что на самом деле это было бы довольно-таки... Хотя, что он делает? Это какой-то странный полицейский. Может быть, ему помочь? Давай, выезжай. Вот это да, вот это да. Хе, довольно-таки странно, я такого не видел. Че? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну все, началось. Кстати, это, походу, моя первая будет погоня от полицейского на «Бугатте». Но он очень быстрый. Он едет тоже 340. Так, а если мы его тут притормозим, он сейчас отлетит куда-нибудь? А нет, он врезался. Я думал, что если я заторможу вот над горой, он просто полетит куда-то. Но, смотрите, он тоже разгоняется, но он просто везде врезается во все подряд. Да, странный полицейский. И очень странный. Но у них скорость тоже начинает быть бешеная. Просто бешеная. Так, ну вроде бы оторвались. Да? Оторвались. Все супер, шикарно. 240 рублей мы заработали за погоню. Раньше разве не 500 было? Или в чем прикол? Или на «Бугатте» типа легко и поэтому дешевле? Не знаю, честно говоря. Не замечал. На какой тачке сколько дают? Ну, по-моему, 500 всегда было. Напишите в комментариях, сколько дают монеток за погоню. Странно. Всегда я помню 500. Ладно. Сейчас мы подъехали к авторыночку. Давайте заезжать, проверять. Что вообще? Сколько нам предложат за «Бугатте», которым мы сейчас продадим вот здесь на продаже авто? 825216. Вы понимаете, о чем идет речь? Новый «Бугатте» за 825 тысяч можно продать. Почему так дешевле? Честно говоря, звучит как-то максимально дешево. Я хотел увидеть цену хотя бы полтора ляма или что-то еще. Но получается, на тачке я практически не прокатился. Я ее покупал за 2.150, а продавать ее могу за 825 тысяч. На самом деле... Как-то маловато. Очень. Это еще вдобавок к тому, что я ее прокачал на все. Она прокачанная супербыстрая и круче, чем с автосалона. Я вообще в шоке. Как такое может быть? А если я ее продам и приеду на такой же «Бугатте», грубо говоря, сюда же. И покажу ее здесь, в автосалоне. Сколько она будет стоить стоковая? Вот мне интересно, сколько они захотят взять денег за стоковую машину. Мне кажется, это будет тоже что-то не сильно дорогое. Что-то такое, что будет стоить плюс-минус тех же 800 тысяч. Но максимум, может быть, они на ценку дадут какую-нибудь на, собственно говоря, миллион максимум. Потому что, мне кажется, возможно, по большей степени, что такая цена обусловлена тем, что мы машину улучшали, прокачивали. То есть, в ней что-то делали. Какие-то примочки, всякое такое. И от этого... Блин, я бы уже был в автосалоне, но тут уже три полицейских. Что такое? Куда их столько? Вот это, кстати, мув был красивый максимально. Как такое у меня получилось? Придется еще и от полицейских уезжать. Потому что они гонятся за мной. Гонятся и не дают покоя. Абсолютно. Тут еще Гранта увязалась на хвосте. Вот это да. Еще и я вот так еду. Странно. Максимально странно. Так, все, в дом попали. В дом попали. И, походу, сейчас мы тут застрянем еще, наверное. Вот это, я понимаю, прикол. Как-то надо теперь еще отсюда выезжать. Но не знаю как. Пока что игра не разрешает ничего сделать. 480. Ты сегодня в ударе. Вот видите, сейчас намного больше. Предложили денег. За уезд от полицейских. Странно. Странно, странно, странно. Игра не дает мне вылезти отсюда. О, все, получилось самому. И даже без рестарта. Вот это да. Вот это да. Потому что только что продали из Бугати за 800 тысяч. Но он был прокачанный весь. Может быть из-за этого. Мне вот сейчас просто интересно. 825 тысяч. Как говорится. Все, давайте сейчас возьмем опять Бугати. За 2 миллиона 150 тысяч. Опять же, да. Нам же скидку вряд ли сделают. На то, что я купил. Ну, покупаю вторую же машину в автосалоне. Никто скидку не сделает. 2,163,250. Да, та же самая цена. Абсолютно одинаковая. Сели за руль. Поехали. Была 825 тысяч продажа. Давайте сейчас проверим, сколько она будет стоить. Абсолютно стоковая. Вот я даже на ней не проедусь. Абсолютно. То есть, это абсолютно заводская машина. Мало ли у меня, может, какой-то бизнес с авторынком. Покупаю с автосалона, продаю в БУ рынок, там, может, подешевле, но без лицензии. Там, что-нибудь такое. Было прикольно, если бы в игре что-нибудь такое смогли добавить, придумать, вообще кайфово было бы. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, где у нас, ох, какой же сильный столб был. Вот это я понимаю. Уже даже на улице темнеет. Уже у нас ночь постепенно обретает, собственно говоря, смысл в городе. Так, и тут мы сейчас заезжаем. 825 тысяч было. 648, ребята! Вы понимаете, насколько игра оценивает? 648, еще меньше. Я просто в шоке. На полтора миллиона дешевле. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Что игра делает? Я не ожидал такого. 648 тысяч 975. Это максимально мало. Я не знаю, как вы считаете, но я считаю, что за Бугатти и Вероны там максимально мало. И должно быть намного больше. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Кодовое слово в этом ролике будет Дешевый Бугатти. Все, кто напишет слово Дешевый Бугатти, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.